Вот такой вид открывается с крыши дома старухи-проценщицы, хотя надо сказать, что это, в общем-то, и не дом старухи-проценщицы, точнее, не факт, что это дом старухи-проценщицы. Дело в том, что сам Федор Михайлович Достоевский не оставил нам никаких ценных указаний на этот счет, мы можем только черпать информацию из его бессмертных произведений. Впервые этим занялся Анциферов в своей книге «Петербург-Достоевского», и Анциферов-то на самом деле указал на дом старухи-проценщицы на углу Садовой и Грибоедова. Также он указывал на углу Большой Подьяческой и Грибоедова, а мы находимся на углу Средней Подьяческой и Грибоедова, либо Канавы, как говорил Федор Михайлович. Поэтому, поскольку все это растет из книги Анциферова, а Достоевский, все, что он рассказывал про свои путеводительские дела, это мы знаем со слов Анны Григорьевны Сниткиной, его второй супруги. Он водил ее по городу и говорил, что вот тут-то я сделал то-то, там-то то-то, здесь тот-то жил. И был там потрясающий эпизод, когда он завел ее во двор одного дома и сказал, что вот под этим камнем Анечка Раскольников-то и похоронил свой топор. На что она спросила, а ты-то, Феденька, чего сюда поперся? Он говорит, ну, собственно, для чего я сюда зашел? Для чего вообще мужчина заходит во дворы? Собственно, вот для этого я туда и пошел. Вот так вот родилась бессмертная топографическая точка, куда сейчас ходят толпы экскурсантов. Поэтому вот этот вот дом на углу Среднеподьяческой и канала Грибоедова, он, в общем-то, такой же старухи-проценщицы, как, собственно, и вот, не знаю, там, напротив, допустим. Тем не менее, кем-то когда-то было введено в краеведческий экскурсоводский оборот, что это именно тот дом. Хотя Достоевский пишет про квадратный двор, например, этот двор вообще ни разу не квадратный. И очень интересно бывает наблюдать, в какие парадные вообще заводят экскурсантов гиды. Почему, собственно, мы здесь находимся? Потому что я вот прикупил здесь себе на пятом этаже квартиру и как раз, в общем-то, в той парадной, куда заходят иногда экскурсанты. Потому что Раскольников повернул направо, зайдя в подворотню, но дело в том, что здесь две подворотни, он повернул направо, зайдя в подворотню с улицы, это, соответственно, как бы не моя парадная. А вот если заходить с канавы, то да, направо, это как раз та самая парадная, она открыта, поэтому иногда выйдешь из квартиры и бац, а там экскурсанты. Ну и я заметил, что старухи-проценщицы она мигрирует, да, из парадной в парадной, то есть кто откуда зашел, тот туда и посебил. Это точно такая же ситуация, как в Москве, ну и наблюдалось я там на Новой Басманной улице. Там дело в том, что есть усадьба Левашовой, ну, отчасти сохранившаяся, с двумя флигелями. И вот там в одном из флигелей я как-то готовил маршрут в Москве по Новой Басманной, и я вижу, что флигель реально живой. Ну, живой, жилой. Причем там такая очень интересная обстановка какая-то артистическая. Я там ходил вокруг какого-то, вокруг сметаны, заглядывал в окна. И главное там еще, что важно, крыльцо такое, как вот на даче, знаете, деревянное. Крыльцо, там половичок, вот все такое прямо миленькое, аккуратненько, как немецкий бедермайер. И выходит женщина покурить, и я там слово за слово, она говорит, а хотите чаю попить? Я говорю, ну, конечно же, хочу. Дело было, кстати, поздней осенью, я продрог на своем велосипедике катался. Мы зашли, там действительно такая очень интересная семья художников. И они мне рассказывают историю про то, как, значит, да, действительно, Чадаев жил в одном из этих флигелей. И вот они выходят, толпа туристов, или приходит эта толпа туристов. Но, говорят, недавно Чадаев переехал в другой флигель. И, слава богу, мы вздохнули свободно. То есть Чадаев мигрирует из флигеля в флигель. Вот так же и старуха-проценщица здесь скачет из парадной в парадную. Как кто, какой гид это все спозиционирует, так оно и происходит. Поэтому, ну, мы не будем разрушать эту легенду. Да, это дом старухи-проценщицы, кто бы сомневался. Но дело в том, что, ну, это вот то, что... Вот это-то уже, кстати, на экскурсиях вам не расскажут, да. То есть вам будут вот говорить про описание, про эти вот, про ступеньки, про воз сеном, который там выезжал или въезжал. Я уж даже не помню, как там у Федора Михайловича. И он там проскользнул потом. Но вот что вам не расскажут, так это про некоторых прекрасных жильцов. Дело в том, что я много жил вообще в коммуналках. И имею прекрасный опыт общения с контингентом этих коммуналок. Опыт этот, то есть метод общения, он выглядит вполне прямолинейно. Вот так вот он выглядит. Вот так вот, соответственно, вот в таком ключе, как правило, у меня происходит общение. Причем надо сказать, что да, рукоприкладство не доходит. Но когда люди понимают вот эти вот традиционные алканавты, да, когда люди понимают, что ты не то, чтобы их не боишься, ты не то, что здесь можешь что-то сделать, а ты можешь их просто реально об стену как бы похоронить, они приходят в чувства, они начинают что-то там как-то вообще прозревать. Здесь у меня случилась ситуация, вот она абсолютно как бы типичная для нашей страны. Дело в том, что я, видите, живу в кровавом тоталитарном режиме, и это вторая квартира. Первая у меня в Сестрорецке, тоже как бы там с пертрубациями там. Она у меня появилась, работал, копил, доплатил там, продал и так далее. И, соответственно, здесь у меня одно время жили члены моего музыкального коллектива, ОСА, который мы сейчас очень активно запускаем. И, в общем-то, вот, например, песня про инстаграмчик, которая, на удивление, прекрасно зашла вообще, фидбэк на 90-50, 95-95% положительный. Вот вокал, например, Нафиса Рустамова на Джумани Язовой, моей вокалистки, меня вот обвиняют после опроса в Париже, что я такой расист, вот такая вот у меня вокалистка, да, это все, что вы хотите знать про мой расизм, да. Вокал этот писался здесь, прямо вот в этой квартире, на микрофон Октава МК-105, мой любимый. И, как вы можете убедиться, прекрасно звучит, понимаете. Не надо лететь в Лондон, не надо лететь в Лос-Анджелес и там что-то писать. Главное, нормально записать, нормально спеть. Ну, и еще, конечно же, большое спасибо звукорежиссеру, который это все сводил и мастерил. Все правильно сделал человек в Нижнем Новгороде, кстати говоря. Так вот, жили тут у меня вокалистка с клавишницей. Одно время, когда мы вот это все дело готовили, и клавишница моя, она же по совместительству тоже чуть-чуть и вокалистка, она там тоже в клипе немножечко спелая, она говорит, вот я познакомил с соседом, там, Пашей, архитектор. Он сидел там, курил, что-то бухал, там вот есть лесенка. А надо еще, кстати, сказать, я иногда прихожу, я там какой-то свинарник. Я вот думаю, вот эти вот таджики, которые убирают здесь, она, естественно, тут таджики убирают. Какого мнения они о нас, о русской нации, представителях великой русской культуры? Они приходят, там такой срач в конце лестницы, прямо под окном. Ну, в общем, познакомимся, познакомимся. И тут они, короче, мне звонят ночью, говорят, этот Паша к нам ломится. Ломится Паша, а надо сказать, что мне вообще не до этого. Я в Сестрорецке, у меня завтра мне в Москву ехать, у меня куча дел, мне не очень хорошо, и вот ломится Паша. И более того, они мне потом скидывают видео, как он ломится, вот прям там с такими ревами. То есть он ломится, звонит, ночь, и никому нет никакого дела. Вообще. Это, кстати, тоже нормально, я потом поясню. Вот ломится этот Паша, ломится, ломится. Я говорю, ну ладно, сейчас успокоится и уснет. Ломился он, ломился, ладно. Все, успокоился, уснул. Звонят мне утром, он опять ломится. Я думаю, да ёк-макалек. У меня поезд в Москву. В общем, я сажусь машином, мчусь здесь. И я вот как чувствую, я чувствую, я вот приеду, и он как раз вырубится. И так оно и получилось. Я приехал, звоню, всего нету. Я злой, как черт вообще. Вышел в магазин, что-то там купить, возвращаюсь. Что-то слышу, зашевелился. Я, значит, свою клавишную говорю, звони. Она позвонила, он вышел, и я, понимаете, я ничего не успел сделать. Я просто был настолько в таком состоянии, что просто я прикоснулся своей ногой к его голове, и Паша как бы все. То есть я так много ему хотел сказать, как мы будем дальше жить, как он будет себя вести вообще. Но вот, к сожалению, вот это не очень нежное прикосновение сделал свое дело, и Паша, так сказать, больше был не в состоянии с нами общаться. Но это привело к очень позитивным сдвигам. Они заключаются в том, что больше Паша никуда не звонил, больше Паша не буянил. И вот соседи у меня, потом они вот, Кате Клавишнице рассказывали, оказывается, из-за него дверь сменили. Понимаете, сменили дверь из-за этого Паша. Соответственно, вот это никто не расскажет. Ну и, как бы, понимаете, ладно, Паша бы... Естественно, Паша оказался неким не архитектором. Я потом его встретил уже по-нормальному. Он шел, от него несло за три километра таким запахом, вот просто немытый член, перегар, пот, вот это вот все, вот намешанное в такой адский парфюм. Ну, просто муах, песня. Паша, кстати, женатый, у него ребенок, судя по всему, есть. И вот представьте, такой Паша приезжает куда-нибудь, я не знаю, там, в Турцию или вот в самолете, вот он начинает буянить. И вот как вообще люди думают вот про этого Пашу? Ну ладно, вот Паша живет здесь на пятом этаже через дверь от меня. Успокоился Паша, потому что понял, что, да, к сожалению, времена, светлые времена, когда он мог выходить, стучать в двери, и ему ничего за это не было, прошли. Потому что заехал другой Паша. Хотя я, вы знаете, мне это все не надо. Если вы думаете, что я получаю от этого несказанный кайф, что я вот с такими Пашами общаюсь, их вырубаю как бы ногами, вообще ни разу, я бы спокойно себе спал бы и этого не знал. Отматываем пленочку назад. Еще когда я жил на севере города Петербурга на станции метро Академическая, там была такая конфигурация, я жил в промежутке между проспектом Науки, Гражданкой, соответственно, Софьей Ковалевской и что там, Северным, да? В самом центре этого микрорайона жил, и там такой, знаете, вот пятиэтажечка, пятиэтажечка, а в центре детский сад. И вот ночью, в три часа ночи, музыка орет на всю вообще Камаринскую, просто. Хоть бы кто-нибудь высунулся и сказал, нет, я выхожу, а надо сказать, что это был момент, когда я только начинал заниматься своими как бы всякими восточными единоборствами и был не такой уверенный в себе. И иду с таким достаточно мандражом, потому что я не знаю, что там, сколько их там, в каком они состоянии, но иду. Потому что спать хочется, а во-вторых, ну, как обычно, не выйдешь ты, не выйдет никто. Прихожу, там какой-то мужик загнал газели с тремя бабищами, значит, развлекается. Ну, без того, что вы, может, подумали. Просто они там, короче, что-то орут песни. Я ему просто сказал, слушай, мужик, ну ты как бы в своем уме. Он понял меня. Он понял, извинился, выключил музыку, все. Но факт в том, что из этих трех домов вышел только один я. Опять-таки, я не к тому, что вот я такой-сякой, да, я бы с удовольствием не входил. Я к тому, что вот как бы никому вообще ничего не надо. Понимаете, все будут как бы наблюдать с удовольствием за процессом, но никто своего рыла не высунет. Здесь, на Подъяческой, точно так же в пять утра она скажет, что у меня бессонница жутчайшая. Я как бы не склюю. И вот только я начинаю врубаться тоже на всю улицу, орет музыка. Я выглядываю, стоит как бы это, газель, газель. Стоит газель, я спускаюсь, никого нет, музыка орет. Он приехал, там, не знаю, хлеб привез. Я выключил эту музыку, захожу прямо в магазин. А надо сказать, что в таком состоянии я уже, конечно, никак в интернете. Я уже не на вы, я уже не вежливый, я уже так по-нормальному общаюсь. Прохожу прямо туда в пособку, я говорю, твоя газель? Он говорит, да, я говорю, ты как бы, ну, вообще, то есть, часы там, я не знаю, ну, вот это все. Он, мы с ним выходят, а он говорит, какой-то из южных краев тоже товарищ, как бы. И он говорит, ой, ты в мою кабину залезал, да ты, наверное, у меня деньги украл, я сейчас ментам позвоню. Я говорю, звони. Я говорю, звони, заодно твои документы проверим, вообще разрешение на работу, как бы вид на жительство и все остальное. Нет, не позвонил. Он говорит, я тебе сейчас морду дам. Я говорю, давай. Нет, не дает. Вот, а, к сожалению, вышли еще работники магазина и, конечно же, из окна уже смотрят как минимум два рыва. То есть, они, как бы, сказать ничего не могли, но они смотрят. И я вот понимаю, а у меня по традиции завтра поезд. Я понимаю, что мне так хочется ему врезать. Вот вы не представляете, как ему хочется врезать. Но, во-первых, это некорректно, на самом деле, я никогда первую не бью. Во-вторых, ну, столько свидетелей, приедут менты. Ну, зачем это все? Я говорю, хорошо, пойдем в подворотню, дорогой. Вот ты такой смелый, пойдем в подворотню. Там, где потом ни один адвокат ничего не докажет. Нет, в подворотню он со мной не идет. Он меня обзывает, всячески называет пидором, говорит, что морду даст. Прыгает вокруг меня, но на этом все и заканчивается. Я ушел. Ну, ладно, музыку выпущу. Через недельку, буквально, в три часа ночи. Опять на всю комаринскую музыку. Напротив, на втором этаже молодые юноши стоят. Я выхожу, я скажу, часто я уже так грубо. Я говорю, ты еб... Три часа ночи. А что ты на меня орешь? А что ты такой вообще быдлый и вообще малолетний дебил, сказал он мне. Ну, я говорю, ну, а как с тобой еще разговаривать, если ты не понимаешь, как бы... Я уже не в том состоянии психологическом, чтобы выходить и говорить, молодой человек, будьте добры, извините за беспокойство, выключите музыку, да, то есть вот это вот я не могу так уже. Ну, то есть я уже в таком состоянии, когда, ну, мне кажется, нужно считывать. Начинает опять-таки меня оскорблять, обзывать. Я говорю, ну, так спусти здесь мне, скажи, вот. Ну, я понимаю, на балконе ты смелый. Вот здесь, вот здесь мне все это скажи. Нет, не спускается. Ну, ладно, хоть музыку выключила. И вот это все, вот это все, оно все происходит здесь. Никому ничего не надо, никто не высунется, все ссут, все ведут себя как эти, знаете, интернетные тролли. Вот в интернетах так народ себя ведет. Я тебя там тараля-ля, да понятно, что ты самый сильный, самый смелый. Ты-то меня вообще ух! Я не говорю о том, что надо так себя вести, потому что на самом деле, конечно же, можно нарваться. Но дело в том, что, ну, а что делать, если приезжает человек, он не понимает вообще, то есть, как бы, что есть определенные законы, правила и прочее, их надо соблюдать, они для всех едины. Как это еще объяснить? Ну, и, как бы, вещь, которая уже не относится к этому моменту, она такая двоякая. Совершенно недавно произошла, ездили мы в Кронштадт, у меня коллега мой бывший очень долго уламывал свозить его и его знакомых в Кронштадт. Ну, окей, поехали. Я в Кронштадт езжу крайне редко, особенно с конкурсантами, ну, где, я не знаю, там, два-три раза в год максимум. Там есть совершенно потрясающий морской собор, Никольский. Архитектор Косяков построил, это такая фактически уменьшенная копия Аль-Софии, Святой Софии в Константинополе, но это отдельная история. В общем, Макаров все это дело закладывал вместе с Ааном Кронштадтским. И долгое время этот собор был филиалом военно-морского музея. Сейчас там идут службы. Вот. И мы тогда заходим, я им там тихонечко, причем у меня люди все, слава богу, вменяемые. Там полно женщин с непокрытыми головами, мне вообще плевать, как бы они не понимают, куда они пришли. Нет, мои все хорошие, они все покрыли головы девушки, я имею в виду, конечно же. Вот. И подходит товарищ, подходит товарищ, как потом выяснилось начальник вот этого филиала. И абсолютно в хамской, жлобской манере говорит, что типа убирайтесь отсюда, здесь нельзя проводить экскурсию. Я говорю, окей, возможно здесь нельзя проводить экскурсию, но А, это действующий храм, Б, я не провожу экскурсию и рассказываю своим друзьям. Ну, потому что как бы в конце концов, я два раза в год заезжаю туда, уж можно сделать скидку. Нет, и он начинает так общаться, что мы там все были люди культурно-интеллигентные, но там даже одного человека, он начал с ним выяснять отношения просто, и мне пришлось их просто вот его забрать. И все это, понимаете, что меня больше всего смущало, это все происходит в храме. Я, конечно, не ультраверующий человек, но для меня это имеет значение, я не хочу в храме устраивать разборки, это не то место. Тем более параллельно же здесь идет служба. И вот этот вот персонаж, вот вы знаете, просто было стыдно. Вот ничего больше, просто был дичайший гребаный стыд за этот музей, за наш военно-морской флот, за этот собор. При том, что у меня куча знакомых военных, нормальных абсолютно. У меня есть знакомые моряки, у меня есть, естественно, знакомые музейные работники. Но вот такие вот персонажи, они вот, ну, можно было это нормально, подойти и сказать, знаете, ребята, вот делай такое, но нельзя это проводить. Но я бы сказал, ну, окей, ну можно мы тут еще пять минут походим, я буду молчать, а я ему сказал, можно молча мы пройдем и я, вот все, и мы уйдем. Я понимаю, про вас прекрасно, вот, но как бы нет. Вот надо обязательно нахамить, надо, и главное, он вообще не понимает, он не понимает, что это храм, он не понимает вообще, что этот храм значит для Кронштадта, для Ленинграда в годы блокады. То есть он думает, что он понимает, он как бы директор фильма, но на самом деле, по факту, он ничего не понимает. Он ведет себя, как этот Паша, вот как этот вот тупорылый алкоголик, только там, в соборе, он так себя ведет. Вот, и вот от этого, на самом деле, очень, конечно, сильно устаешь, но воспринимаешь это уже спокойно, потому что реально мне приходилось успокаивать уже одного там из представителей мужской половины, с которым мы туда ездили, то есть реально его отвадим, потому что он начал, ему ставили претензии, потому что он объективно не прав, на самом деле. Докопаться до нас было, ну, никак. Доказать, что я там проводил экскурсию, нереально, да. Я говорю, вызывайте полицию. Полицию, естественно, он не собирался вызывать, потому что это бесполезно. Вот, то есть, где-то он, конечно, прав, еще раз могу сказать, но все это можно было обставить по-другому. И вот от этого становится крайне неприятно и так далее. И вот это то, вот это то, вот этот бэкграунд, который вам на экскурсиях по местам Достоевского никто не расскажет. Зато, зайдя сюда в подворотню, вы насладитесь амбре, которое здесь витает, потому что здесь, здесь все суд. Суд уже в прямом смысле слова. Один раз я наблюдал, мы шли с прекрасной феей, я наблюдал прямо на углу. Вот на углу стоит чувак сыт бурно. Второй раз иду, ой, это вообще была потрясающая ситуация, стоит, чувак тоже сыт. Я говорю, ну как бы тебе до туалета не дойти. Ну или в конце концов, ну иди под дерево, ну хотя бы на землю это сделай, ну не на асфальте же, там земля-то хоть впитает, ну в конце-то концов. Ну хоть, хоть, хоть какую-то там логику включи. Подожди, подожди, ты не видишь, я банку сую. Я прошу прощения за такие подумки, но я просто чуть не упал. Он, если показывает, он в какую-то баночку это делает, чтобы потом это куда-то вылетит. Ну, инновационный век у нас, дорогие друзья, на дворе. Я говорю, ну, молодец, хоть так, в конце концов. Соответственно, вот такие вещи нас окружают, причем в самом сердце культурной столицы, в самом сердце Петербурга Достоевского, и от этого никуда не деться. Но, но, жизнь продолжается, и вслед за гидами, которые водят туристов местам Достоевского, и я, и я, ваш покорный слуга, это делаю, и сейчас я вам расскажу, что вас ждет в ближайшее время. Я, кстати, забыл рассказать там на крыше вот про такую историю, заметка из газеты «Ленинградская правда», номер 143, 26-го, 06-го, 1924-го. Заглавлена она «Летний ремонт Ленинграда. Уничтожение второй Вяземской лавры». Вяземская лавра – это был такой комплекс домов до революции, который располагался вдоль нынешнего московского вокзала, от Стивной площади до Фонтанки. Это была такая питерская хитровка, то есть, ух, что там было. Ну, в общем, крестовские петербургские трущобы, почитайте, там это все описано. В план летних работ по городу входит в этом году, между прочим, сломком семиэтажного дома номер 15 по Средней Подьяческой улице. Дело в том, что он сначала не очень высокий, а потом он реально высокий. Но вот насчет семиэтажей я прям даже не знаю, где они там столько насчитали. Этот дом, выходящий, кроме Подьяческой на канал Грибоедова и Китеринговский проспект, был построен аферистами. Сейчас дом представляет угрозу общественной безопасности. Вопреки элементарным техническим правилам, к нему был пристроен в свое время двухэтажный мезонин. В доме было несколько пожаров, с разборкой его ждать нельзя. Сейчас дом имеет около 800 жителей. Обитатели района зовут его второй Вяземской лаврой. Действительно, здесь частные облавы обнаруживают скрывающийся преступный элемент. Сломка этого дома уничтожит не только техническую опасность, но и будет содействовать оздоровлению района, так как уничтожит притон темного элемента. То есть, вы можете себе представить, что в начале 20-х годов шла речь о том, чтобы этот дом вообще снести к чертовой бабушке и кем он там был населен. Поэтому традиции сохраняются. Сейчас это, конечно, не Вяземская лавра, но некоторые обитатели вполне могли бы быть прекрасными образчиками таковой, если бы она была в наше время. Ну а в грядущее буквально воскресенье состоится экскурсия, привязанная к этому дому. Она будет начинаться у самой главной конспиративной квартиры, чуть не сказал конспирологической, все время путаю, народные воли на углу Вознесенского и канала Грибоедова. Затем я расскажу про Экс в Фонарном переулке, покажу нос в Гоголе. Ну и как раз закончим мы вот в доме этой самой старухи-проценщицы, где я покажу прям-таки квартиру, олдскульную квартиру петербургскую. Там еще ничего нет, ремонта не сделано. В общем, это будет воскресенье в 19.00. А в субботу в Москве в 13.30 мы гуляем по Пятницкой улице. Это первая экскурсия из серии «За Москвореща» в этом году. Там тоже будет масса интересного. А следующая будет, соответственно, в следующую субботу в 13.30 мы будем гулять по Большой Ордынке. Точно так же. И в пятницу, в пятницу в следующую в Москве у нас будет такая экскурсия под девизом «Не бухай в пятницу». Хотя никто не запрещает, конечно же. Я проведу экскурсию по переулкам Арбата. Я вводил ее в прошлом году. И в том числе мы зайдем в совершенно уникальное место. Дом архитектора Мельникова. Покажу, как он выглядит. И расскажу про его проект «Нарком тяжпрома», который он планировал возвести прямо напротив Кремля. Ну и, естественно, там еще будет знаменитая картина «Московский дворик» с церковью, которая до сих пор сохранилась. И также масса интересного. Это в пятницу в 20.00. У меня большая просьба, если кто-то из вас пойдет на эту экскурсию, возьмите с собой фонарь какой-нибудь помощнее. Возможно, он нам пригодится. Потому что, я думаю, заканчивать мы будем уже в сумерках. 19 августа в Петербурге в 19.00. Я расскажу про быт Пушкина, про неизвестного Рокчева. А самое главное, покажу, где зародилась дружба между Россией и США. Удивительно в наше время. Но в 19.00 веке Россия и североамериканские Соединенные Штаты были, в общем-то, очень даже близкими странами. Как так получилось, это будет как раз рассказано и показано на этой самой экскурсии. Ссылки на все встречи есть вот там, в описании под этим видео. В среду в грядущую в Петербурге экскурсии не будет. К сожалению, я буду в городе Москве. Но в любом случае, следите за анонсами в моей группе ВКонтакте. Еще такое маленькое объявление. Друзья мои, если у вас в Москве у кого-то есть хорошая акустическая гитара, которая нормально звучит и, самое главное, строит, не могли бы вы мне ее, так сказать, выделить буквально на один день? Мне там надо записать на видео, так сказать, unplugged с моей прекрасной вокалисткой. Мы это делали в Петербурге, запись потерлась. Вот, хочу это сделать в Москве. Буду вам крайне признателен за это. На этом все. Оставляйте свои комментарии под этим выпуском. Увидимся. Пока.